Ну что, господа, нотка грусти после неудачного крафта Зила у меня осталась, но спасибо, что хоть киоски начинают нести финку, 3 миллиона 300 косарей буквально за пару дней. В принципе, могло быть ещё и лучше, если бы мне не засоряли полки своими бесполезными товарами. Во втором киоске ситуация более-менее, и вот в чатике Арнур задал хороший вопрос, такое одобряем? Короче, вот вам быстренько новость, КД на кейсах, по всей видимости, больше нет. И если это правда, то реально можно выбить 3 кейса за 60 минут работы, ошалеть! Трачу 24 500 на удочку, ещё немного червей, и вот мы сразу же приступаем к рыбалке. Опа, ещё и сразу задание пропуска выполнил, это нам надо. Короче, если действительно можно так легко выбить кейс, то, друзья, будьте готовы к падению цен на новые кейсы. Криминальное влияние в нашей банде опять куда-то пропало, улучшения угон машин больше недоступны, как же меня это всё начинает напрягать? Хотя не, новости хорошие есть, тут скупают Велесову ночь 1 за 8,5 миллионов. Хром это тот самый чел, у которого я купил первый киоск, и он реально говорит без обмана. Но главное, его цель это, конечно же, последующая перепродажа, и вот сейчас ещё одного нашёл. Парень готов купить у меня кейс Велесова ночь 1 за 9 миллионов, вы шо там тю-тю? Я, конечно, ожидал увидеть спрос, ну там по 3 ляма продать, но уж никак не по 9. Хе-хе-хе, окей, я смотрю, в инвентаре уже не осталось места, и что-то кейсики вообще ваши не падают. Я сомневаюсь, что такой крупный паблик в Телеграме будет вкидывать дизинфу, и вот ещё и уточка сломалась вообще как-то быстро. Докупаем ещё наживку и продолжаем фармить. Опа, и вот и закончилось. Докупаем ещё раз, и новая удочка опять сломалась. Короче, господа, за целый час работы мне ничего не упало. Я не знаю, о каких трёх кейсах за час там шла речь, но я максимально невезучий. Ой-ой-ой, автобусник, прости, самое время залететь в центр занятости, здесь нам нужна новая работа. В принципе, по свободным машинам я могу сказать, что она реально пользуется спросом, но поверьте мне, игроки сюда приходят отнюдь не ради зарплаты, сейчас всё расскажу. Нам для начала нужно ювелирно загрузить вещи в машину, разработчики постарались, и вот первая точка находится прямо возле базы, и вы только посмотрите на эту систему. Реально интересно работать, куча взаимодействий и ещё мини-игра, ну а зарплата всего лишь 4 тысячи. По времени я потратил, ну минут 5, и в принципе, как для новичка, это неплохо. Но самое главное, это другое, я доработал второй участок и легко выполнил задание ПП. Только начислили мне аж 100 очков пропуска, это целый уровень, Карл, раньше такого не было. Залетаем в Больку, здесь уже меня дожидается врач, быстренько оформляем медкарту и начинаем всем раздавать бабки. Малфой же получается щедрый. На самом деле, мне нужны были эти 40 очков пропуска, и вот наконец-то можем устроиться на Краболова. Просто в БП как раз задание выловить 374 килограмма. Давайте по пути, кстати, заглянем в банк, давненько я не оплачивал налоги. Ну и да, вот эти 1,9 КК на балансе, это исключительно деньги с продажи кейса Форсаж. Я забрал его со свалки за копейки и чистыми поднял где-то полтора миллиона. И после снятия финки киосков на балансе практически 11 миллионов. Быстренько завершаем задание Краболова, и теперь внимание. 25 донат монет я забираю, остальные хламные призы можно распылить на опыт пропуска. Ну и самое интересное, это, конечно же, приз на 12 уровне, легендарный кейс Велесова Ночь 1. Просто представьте, игроки готовы его покупать по 9, по 10 миллионов. И клянусь, я не вспомню еще моменты, где бы разработчики нам насыпали такую лютую халяву. Выставляем кейс на продажу за 9 КК. Ну и да, чуть не забыл про розыгрыш двух батлпассов. Ой-ой-ой. Первый победитель из 18 сервера, а второй уже с 0.8. И накидайте лайков под это видео, чтобы я знал, проводить для вас такие розыгрыши или уже хватит. Забираем тачку со штрафстоянки, и ё-моё, вот так вот быстро у меня купили кейс. Реально на ровном месте я заработал 9 мультов, и так может сделать каждый игрок с 17 сервера. Просто на новых серверах эти кейсы выпадают, а у нас это эксклюзив. И на 44 уровне я заберу еще один кейс Велесова Ночь 1, и опять плюс, ну, 9 миллионов. На 81 левле кейс Черное Золото тоже улетит хорошо, а перской кейс на 95 уровне, и Темные Дела на 108. Это реально твой шанс легко разбогатеть. И, кстати, на озере я не просто так. Тут как раз работает подписчик, и согласился мне продать 10 уток за 50к. Спасибо. Продаем 5 штук на рынке, и наконец-то я закрыл все задания ПП, он реально выполняется очень легко. Спасибо за такую вот шапочку, ну, а я прибыл на завоз свалки. Пока остальные лутают аккумуляторы, я довольствуюсь двумя обычными телевизорами. Как говорится, мелочь, но приятно. И подожди, кейс Форсаж заспавнился, вот это нам надо. Я вообще не боюсь набивать ставку, и после 850к все куда-то убежали. Ребята, я опять его забрал за копеек, и вот на ровном месте заработаю 1500. Без раздумий, выставляем его на продажу за 1,4к, при условии, что рыночная его цена в вот 2 миллиона. Опа, кейсик-то у нас купили, и я до сих пор не понимаю, почему вы не делаете точно так же. Сейчас хочу пробежаться по магазинам и глянуть вообще, что там по кейсам. И если брать Велесову ночь 1, то тут только за 11 мультов, и еще вот за 10, все. Больше предложений нет, и я просто обязан еще раз затестить систему выпадения кейса. Может нужно ловить на другую удочку, или наживка не подходит, но вот он я стартовал в 21.45. Вообще, если верить этим постам телеги, то кейсы должны падать каждые 20 минут. И давайте заодно прощупаем почву, будут ли продаваться мои автомобильные номера. Заинтересованных маловато, и наоборот спрашивают, не хочу ли я купить еще одни номера на перепродажу. Короче, тут нужно ждать еще пару месяцев, пока все стабилизируется. И вот чел написал, что спросит у друга совет. Да-да-да, так мы всем роликам и поверили. А вообще, я опять закупаюсь наживками, потому что прошло 20 минут, и мне ничего не выпало. Начинаем опять рыбачить, и вот подписчик Ярик пишет, что КД 20-30 минут. Да, я уже это слышал. Еще и хвастается, что выбил за день 12 кейсов и заработал 3 ляма. Ну, выглядит как скам. Чтобы выпал кейс, перезайди и сразу начни рыбачить, и он выпадет. Ой, ну шо сказать, тут нужно пробовать. Вводим пароль на сервер, сошли и стартуем в 22.08. По такой логике, кейс мне должен выпасть ровно через 20 минут. Да ё-моё, опять уничтожилась удочка, она как будто сделана из фольги, прям слишком быстро заканчивается. Куплю спиннинг за 70к, еще наживку и возвращаемся в работу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, мне выпал кейс, друзья, тот самый путь воина, и вы сейчас будете в шоке. Вы все видели, как я релогался, и вот кейс выпал ровно через 20 минут после захода на сервер. Ребята, это действительно правда, теперь не нужно отыгрывать КД 50 минут. И по такой логике, если я всегда буду перезаходить и рыбачить 20 минут, я буду ловить 3 кейса в час. Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать, господа, это еще один шанс вам заработать. Я не знаю, как долго продлится такая халява, но вы просто глупец, если этим не пользуетесь. Что касаемо рыбки, то внимание, баланс на продаже был вот такой, а после продажи на 150 кусков больше. Вот это нарыбачил, так нарыбачил. Ну и давненько я не бывал в кассике, а еще дольше я не крутил бесплатные рулетки. Прокрут пошел, и ё-моё, ну зачем мне экспишки старому деду, да за шо? Кстати, я наконец-то понял, откуда у меня так много лотерейных билетов. Оказывается, их выдают за второй отыгранный день, как ежедневная награда, а я не знал. И давайте хоть их откроем, и подожди, плюс 20к сюда, еще 20 тысяч, и еще 20 тысяч, подожди, так раньше падало намного меньше. Не, ну вот такое я одобряю, еще плюсанули легкие деньги. Очередной завоз на свалочке, и конечно же я запускаю охоту на кейс форсаж, потому что его перепродавать, мне кажется, сейчас легче всего. Может разработчикам прийти в голову мысль, чтобы убрать его спаун на свалках, и тогда все гг. К сожалению, ничего не появилось, и вот инструменты грех не забрать, особенно за прайс 1к.